Хвала Аллаху Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и его посланник, и доблагословит Аллах и приветствует его саламу, членов его семьи и всех его сподвижников. А затем Аллах выщивает нас и говорит нам Вот те, которые вы веровали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. То есть мы должны бояться Аллаха и умирать на религии ислам, не просто на словах, а действительно, чтобы ислам искрылся в нашем сердце, издевался из него волнами, и мы все это ощущали и говорили, да, этот человек действительно мусульманин. В следующем аяте у вас фонтальный вид, о люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил по свету много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга. Мы просим именем Аллаха. И бойтесь разрывать родственные связи. Поистине Аллах наблюдает за вами. И сегодня я хотел бы напомнить вам, братья и сестры, такую очень важную, это краеугольный камень, это таухит, то есть единобожие, отдаление от ширки, от нога Божия и все, что им приличествует, так как о вас фонтальный говорит, напоминайте, и в этом есть польза. И мы должны постоянно напоминать, потому что можно человека научить читать намаз, совершать все правильно, идеально, и спина у него будет 90 градусов, и сажда он будет делать по 5 минут, и плакать во время этого сажда и руку, и стоять будет, и каждую букву Курана будет четко произносить, и будет все у него замечательно. И пост так он будет держать, и остальные все виды и бадат будет также производить, но это ничего не будет принято. Почему? Почему? Потому что у него нет основы, это таухит, ла-акида, единобожие. Вот это самое главное. Если не будет этого, если он предает Аллах с фонталью со товарища, то он навсегда задает джаханнам в ад, и все его дела не будут приняты. И тогда получается, что он за всю жизнь сделал, все это будет бесполезно. Если же наоборот, например, он искренне верил, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и поклонялся, и просил, и боялся, и любил, только Аллах с фонталью, и знал, что возвращение будет к нему одному, и в каких-то других делах, таких как намаз, пост, закят, хач, были у него упущения и ошибки, иншаллах с фонталью просты и подчистит ему эти ошибки. Почему? Потому что у него этот фундамент очень прочный, основы единобожие очень сильно прочные. И без этого нет ислама. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, 13 лет в Мекке занимался только одним вопросом, это таухит. Ля Иляхи Лаллах. Только этими словами он распространял Ля Иляхи Лаллах, другим ничем не занимался. После того, как он сделал хиджер, переселился из Мекки в Медину, тогда он спонтально вменил ему все остальные обязанности, которые мы знаем. Тогда был выжидательный, потом был оборонительный ислам, потом уже наступательный. Религия Аллах распространялась по земле, но в Мекке мусульмане ничем иным не занимались, кроме как таухит. Ля Иляхи Лаллах. И мы должны об этом всегда помнить. Самое важное и самое дорогое, что есть у каждого мусульманина, это Ля Иляхи Лаллах. И если, как пришло в хадисе, землю и все небеса соединить в кольцо и положить на одну чашу весов, а на другую положить Ля Иляхи Лаллах, это слова разорвут это кольцо и перевесят. И придет человек в судный день и представит ему список его грехов, и эти будут книги, насколько хватает взгляда до горизонта. И он подумает, я погиб, я пропал. И принесут одну лишь бумажку, на которой будет написано, Ля Иляхи Лаллах, это есть единобожие, и положат на другую чашу весов, и ему скажут, сегодня ты не будешь обижен. И эта чаша с одной лишь бумажкой перевесит, иншаллах, и у него будет безупречный таухид, и во причине этого, спонтально, простите ему все грехи, и этот человек зайдет в рай. Значит, самое основное, с чем мы пришли, с чем мы живем, и с чем мы уходим с этого мира, Ля Иляхи Лаллах. И этим занимались все пророки-посланники, только этим. Почему? Доконательность тому на шариат. Шариаты всегда изменялись. У каждого пророка, у каждого посланника был свой шариат, который отличался от предыдущего, а последующий отличался от этого шариата. И не в шариате дело, а дело в том, что они приходили, чтобы возвеличивать слово Ля Иляхи Лаллах и показывать людям, где они ошиблись, где они предают Аллаху сотоварищу, где они впали в многобожье, в шим и так далее. Только этим занимались люди, начиная от Адама, заканчивая пророком Мухаммадом, саллаху алейхи и салям, только этим вопросом занимались, и наша обязанность, самая главная обязанность распространять на земле, делать Далла, Ля Иляхи Лаллаху. И когда пророк, саллаху алейхи, отправил Муаза в Йемен, сказал он Муаз, сначала призови людей к единобожию, научи их Ля Иляхи Лаллаху. То есть совсем вытекающим, не просто человек сказал Ля Иляхи Лаллах, а отдалить человека от ширка, от многобожия и привить ему любовь к единобожию. Если он у тебя послушает, обучи к намазу, если послушает, обучи к посту и так далее. То есть если не послушали Ля Иляхи Лаллаху, остальному другому смысла нет никакого учить. Этот хадис-шах ученый делает так. Если не послушать, ля и лах, ля и лах, говорит, нет, мы останемся в своих идолах, там еще ком-то, еще ком-то, мы будем совершать амаз-пост, это никакого не имеет значения. Это все бесполезно, поэтому сначала ля и лах, ля и лах, отдаление людей от ширка, а потом уже все остальное, иншаллах. Давайте посмотрим термин, определение слова таухид в шариате. Таухид это утверждение за Аллахом тех прав и качеств, которые присущи только Ему. И отказ от присвоения этих прав и качеств кому-то помимо Него. Есть права и качества Аллаха, которые нет ни у кого больше. Ни у кого, пусть будь он ангел, человек или джинн, или любое создание, нет у него тех прав и качеств, которые присущи только Аллаху. Второе таухид это когда человек делает Аллаха своим единственным объектом для поклонения. Нет другого объекта для поклонения, это есть истинный смысл, слов ля и лах, ля лах, кроме Аллаху. Третье таухид это уединение Аллаха в его праве на поклонение. Аллах имеет право на наше поклонение, и только Он имеет право, больше никто. Это есть признание того, что право имеет Аллах на поклонение только Ему одному. Следующий четвертый таухид это утверждение, что право на поклонение, на то, чтобы Ему поклонялись, имеет только один Аллах. Аллах владычествует, распоряжается и управляет делами мироздания только один Аллах, и совершенные имена и качества присущи только одному Аллаху. Больше никто не управляет, не создает, не владычествует, нет и никаких совершенных имен и качеств, как у одной Аллах с фаатали. Пятое таухид это признание Аллаха своим единственным объектом для поклонения и утверждения, что божественность и господство свойственны только Ему, и никто не разделяет с Ним ничего из этого. Также это отказ от присвоения кому-то, помимо Него, каких-либо божественных деяний, подобающих только Ему. Создание чего-то, конь, фаа, конь, мы знаем Аллах с фаатали, говорит, и все создается из небытия, нету ничего. Да, иногда говорят, что человек создал, например, какую-то вещь, но человек создал из уже готового. Кроссовки склеили нас, взяли, или дом построили, из чего-то. Кирпич, вода, песок, цемент, эти компоненты человек смешал, и получился у нас дом. Аллах с фаатали не нуждается в этих компонентах. Ему это не нужно, он говорит, конь, фаа, конь, и она бывает. Из ничего, вот это есть большая разница. Да, мы можем человека называть создателем, но из чего-то, то, что было уже создано. Песок он человек не создал, воду не создал, он просто это смешал и привел к нужной кондиции. И суть этих определений, как вы видите, почти одинаковая. И они свидетельствуют о том, что таухид, это и есть чистое единобожие. И таким образом, малахид, это человек, тот, кто исповедует таухид. Вот кто исповедует таухид, его можно называть малахидом. То есть тот, кто утверждает за Аллахом те права и качества, которые присущи только ему, и отказывается от присвоения тех прав и качеств кому бы, либо помимо него. А кто занимается этим, он не может называться малахидом, и он делает шик, приобщает к Аллаху со товарищей, впадая в нога Божия. Мы сказали, что таухид означает Аллах один. Но тут напрашивается вопрос, один, как бы предложение не закончено, а как же один? Ну а что дальше? А совсем один? Больше никого нет, не существует, а мы же существуем. Может кто-то спросит, что значит мы предложение Бога, как говорят некоторые. Но это большое заблуждение. С точки зрения ислама это убеждение является очень порочным и ошибочным, и это и есть куфор. И при этом большинство религий придерживаются именно такой позиции, именно такой точки зрения, то есть говорят, что Аллах спонтанно это Создатель, Бог, Бог Отец, многие как его по-разному называют, но суть одна, что это Создатель, Он есть все, а мы есть Его продолжение, или же Он везде и в нас тоже. Но это слова, это неправильные слова. Как он в Коране сообщил, что Он вознесся и находится над троном и управляет оттуда всем миром. А кто говорит, что Он везде, тогда получается, что Он и в свинье, и в собаке, и в туалете, и на мусорке, и на мусорке, и на мусорке тоже Он. Ведь слово везде, оно обширно подразумевает везде. Почему же мы должны одно что-то исключать, но говорить при этом везде? Нет, Аллах спонтанно отличный от Своей Создания. Нельзя слышать Создание и при этом утверждать, что это и есть объект поклонения. Так, например, поступают кришнаиды, которые есть отъявленные многобожники, и они говорят, что Аллах, Бог, Он везде, и наши идолы, которым мы поклоняемся, это тоже есть наш Бог, потому что Он в них тоже. Значит, поклоняясь этим идолам, мы поклоняемся Богу, Аллах спонтанно. Но это явная ложь, явное заблуждение, которое противоречит единобожию, присущему исламу. И это есть халам, это есть ширк, и человек навсегда, кто исповедует такие мирозрения, попадает в огонь ада. И, ахамду лилля, мусульмане как раз-таки борются с таким проявлением, и ислам это единственная сила на земле, которая утверждает, что Аллах один. Ни с чем не смешанный. При чистом мы его восхваляем. Субханаллах, как раз-таки это слово. Мы очищаем Аллах спонтанно от таких убеждений и мирозрений. И некоторые говорят, что Аллах один, значит, Аллах единственный творец, и нет творца, кроме него. Я, как я уже сказал, это утверждение правильно, но охватывает лишь часть, но она не охватывает весь смысл таухида. Более того, она не выражает той части таухида, в которой основном призывал Проб Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Люди по-разному называют Аллах спонтанно, и сейчас мы приведем аят из Курана, в которых это объясняется. Если ты спросишь их язычников, кто создал небеса и землю, и починил солнце и луну, они непременно скажут Аллах. Для чего же они отвращенят истины? Дальше Аллах спонтанно говорит, Суалям Кабут, 61 аят. То есть они признают, что да, создал солнце и луну один Аллах спонтанно, но при этом они поклоняются идолам. Следующий аят у Аллах спонтанно говорит, если ты спросишь их, идолопоклонников, кто не спасывает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла, они непременно скажут Аллах, скажи, хвала Аллаху, альхамду лилля, но большинство их не разумеют. Суалям Кабут, 63 аят. Они утверждают это, но они не понимают талхид, и они продолжают предавать сотоварищей Аллаху спонтанно. Следующий аят у Аллах спонтанно говорит, если ты спросишь их, многобожников, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут, их сотворил могущественный, знающий, азухаров тебя троят. Следующий аят у Аллах спонтанно говорит, если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут Аллах, скажи хвала Аллаху, но большинство их не знает. Сралукман, 25 аят. И еще есть множество, множество аятов, подтверждающих, что люди не понимают таухид. Да, они говорят, что создан землю, воду дает, и солнце ему, и всех нас Аллах, но при этом продолжают подать многобожие, продолжают подать ширп, и тем самым перечеркивают все свои дела. И мы видим, что эти язычники-бедуины, по-своему несчастные люди, которые не понимали таухид, они признавали, что Аллах Господин и Создатель, но продолжали поклоняться своим духом, своим святым, взывать к мертвым, что сейчас мы сегодня, на сегодняшний день, тоже видим, обращаются к могилам, к мертвым, якобы к приближению к Аллаху, когда пророк Мухаммад сказал, что дуа, это и есть поклонение. И поэтому, если просишь у кого-то, наряду с Аллахом попадает ширп, не важно, у кого просишь, мы не просим у пророка с Аллаху алейхи вассалям, не делаем им дуа, это запрещено. Если же мы не делаем у пророка, который лучше всех людей на земле, как же мы можем просить у кого-то, кто намного ниже рангом, чем пророк Мухаммад с Аллаху алейхи вассалям, и поэтому наши дуа, наши намазы, наше любое богослужение, пост, закат, это тоже поклонение. Только одному Аллаху алейхи вассалям. Если у нас есть намерение посредством кого-то приблизить за Аллаху, то это не будет принято, более того, человек попадает ширп, и все его дела аннулируются. Поэтому я предостерегаю вас от того, что призывают уповать, любить кого-то, бояться кого-то больше, чем Аллаху алейхи вассалям. Только он один достоин, чтобы мы уповали на него, полагались на него, взвивали к нему. А те мертвые, которые ушли, если бы они могли сами себе помочь, они бы намного улучшили свое положение. И мы знаем, что никому не будет даровано заступничество о том свете, пока Аллаху алейхи вассалям не получит права на заступничество, пока Аллаху алейхи вассалям не разрешит ему. И он будет находиться сажда до тех пор, пока Аллаху алейхи вассалям скажет, «Стань, и от себя будет принято». Как же мы можем надеяться на то, что кто-то помимо него будет заступаться, приближать к Аллаху алейхи вассаляму? Это не имеет никакой основы, не поддается логике, не поддается здравому, и поэтому противоречит единобожию. Некоторые конфессии говорят, что Аллах един в трех личностях, как это утверждают, например, христиане, иудеи, и так далее, к ишлоизме. И тем самым они пытаются совместить несовместимое и оправдать свое многобожие. Они откровенно поклоняются разным личностям и разным сущностям. И этот взгляд не имеет также никакого отношения к таухиду. И это просто не поддается, опять-таки, никакой логике. И можно у них спросить, зачем поклоняться трём, если все они один? Как они говорят, да, это троица, но она едина. Хорошо, тогда спросим, но какой смысл поклоняться трём, если вы говорите, что это один, так поклоняйтесь одному? В чем польза вашего триединства? Что люди приобрели до этого не знавшие троицу с приходом вас, чтобы вы начали утверждать, что троица – это Аллах, какая стала польза от этого? Какая стала польза? Никакой пользы нет, это и противоречит логике. И мы можем у них спросить, эти три личности, они разные личности, они действуют независимо друг от друга? Если же они независимо друг от друга действуют, тогда это получается три разные личности, и это уже никак не может быть три в одном. А если же они едины, то они подчиняются одному чему-либо, опять-таки, противоречит едила Божию, тогда и надо поклоняться одному, который есть все сущее, а нет троицы. Поэтому это все не имеет никакой основы в разуме, в логике, тем более в единобожии. И, конечно, можно не спросить, что лучше, поклоняться одному или поклоняться троим, четверим, пятерим, семерим, так лучше же один, который могущественный, который все управляет, это и есть таухид, это и есть единобожие. И тема эта, конечно, сложная для переваривания, многие до конца не понимают и не продают значения, думают, а зачем мне это? Я намаз считаю, вот я живу, как жили мои предки и так далее. Но я опять-таки повторю, что можете считать намаз исключительно, прям отлично, безукоризненно, не будет ни одной помарки, может держать пост и платить закат миллионами, но если нет основы таухи, это не будет принято. Это очень большая опасность, и навсегда можно попасть только из-за одного этого, джаханна, так как Арасфатали прощает, кроме этого все, кроме ширка, кроме многобожия. И таухид имеет несколько разделов. Первый, это утверждение, что только один Аллах является Творцом, Правителем, Владыкой и Подателем всех благ. Этот раздел из-за Божия принято называть таухид ар-Рубубия. И переводится оно как единобожий Господь, но можно перевести его и единобожие во Владычестве. То есть Он, Господь и Владыка всего. Всего, что есть сущего, всего один у нас Владыка, который Владычествует, это Аллах Фаатали. Это первая основа единобожия, таухид ар-Рубубия. Вторым является утверждение, что только Он один имеет право на то, чтобы Ему поклонялись. И больше этого права нет ни у кого. Ни у пророков, ни у ангелов, ни у джимов, ни у святых, нет ни у кого. Ни у какой-то чашки, ложки, вилки, нет ни у кого, чтобы поклонялись Право, такое, которое имеет Аллах Фаатали. Этот второй раздел называется таухид ар-Рубия. И в этом вопросе очень многие, если признают мушрики, признавали, что Аллах Фаатали, Господь всего, что Он все создал, вот в этом вопросе они ошибались. Они говорили, что кроме него можно еще кому-то поклоняться. И что противоречило чистому единобожию, как раз-таки, таухид ар-Рубия. У них и небо безукоризненное, и за это Аллах Фаатали назвал их мушриками, назвал их многобожниками. И третий раздел единобожия, это утверждение, что Аллах обладает превосходным именами и качественными, присущими только Ему одному. Этот раздел называется таухид филасма лас-Сифаат, то есть единобожные имена и качества. Аллах и имена, и качества только такие, как присущие Ему и Ему одному. Больше никто не обладает. И Он слышащий и знающий. Мы знаем, что слышит и знает нас, те люди, которым Он нам позволил, которые рядом с нами, если на 300 метров человек не может слышать, и Джима тоже слышит и видит, пока она позволяет, и ангел упомянул то, что Аллах им позволяет. Поэтому никто не может претендовать на его имена и качества, которые присущи Ему одному. Это только у нас фонтально. Вот три основы, три ветви единобожия мы должны знать лучше, чем таблицу умножения, лучше, чем сколько у нас денег в кармане и так далее и тому подобное. Это есть та самая спасительная вещь, которая, Ишаллах, спасет нас от ада. А если мы не пренебрегаем, тогда ворота ада для нас открыты. Повторю еще раз. Таухид ар-руббия, таухид аль-улухия и таухид филасмала с сифат. То есть господство Аллаха, признание Аллаха в господстве, в том, что поклонялись только Ему, и то, что имена и качества присущи только у нас фонтально. Вот эти три вида единобожия должны у нас быть безукоризненными. Ишаллах, если мы в этом вопросе будем иметь, как говорится, твердую оценку 5, то, значит, дела наши неплохи. И чтобы нас не сбивали с пути, какие бы требости не возникали на нашем пути, держась за эту ветвь, находясь на этой фундаменте, никто, ничто не сможет нам повредить. И как сказал пророк Мухаммад, если все джинны и люди соберутся, и захотят причин кому-то вред, Аллах не захочет, они не смогут и причинит. А когда он не захочет, если человек чистый единобожник, если он исполняет религию, ислам дожным образом, распространяет ее по земле, очищает ее от грязи, от мрази, от мрака, многобожие, тогда у вас в фантале всегда будет защищаться у раба. И лишь наоборот, захотят те люди, джинны, принести кому прозу, но Аллах будет прозу, и они не смогут принести. Это тот, кто уклонился от пути единобожия. Так я призываю вас, братья и сестры, быть единобожниками на пути Аллаха, и следовать, если вы любите пророку Мухаммада, салам в этом вопросе полностью ему, и это было то, на чем умерли и все пророки, и первое поколение мусульман, но сейчас, к сожалению, в большей части люди очень халатно и неправильно подходят к этому вопросу. Да, упасет нас Аллах, и дано ставит нас на истинный путь, и сделает нас из истинных единобожников, распространяющих Его Слово, очищающих Его религию, и укрепит нас на ней. Аминь. Продолжение следует...